Мы против того, чтобы наш завод остановился, потому что у нас в доме голодные дети, у нас матери и отцы пенсионеры. Мы просто хотим сегодня кушать. Либо правительство занимается перепрофилированием, инноваторством в заводские помещения, либо такие бунты будут продолжаться, продолжаться и продолжаться по всей стране. Мы должны выжить! Мы должны выжить! Детям хлебом! Хотелось бы обратиться к действующей власти. Не делайте что-то, потому что происходящее в стране просто ужасает. Разрыв экономического отношения со странами, с Россией привел к падению производства. Вы обещали новые рынки сбыта в Европе, которые не дали. Получение лицензии в Италии не дают право продавать в Германии. Помогите предприятиям переходить на европейские требования, нормы, которые... Допустим, вот это предприятие, ему тяжело будет перейти на европейские требования. Он не выполнит требования по стойнице. Хотелось бы, чтобы мы чем-то помолили. Не просто убивали страну, разворовывая, а брали кредиты, которые разговаривают. Вот, потому что дети и внуки, еще неизвестно, смогут ли они отдать, потому что мы уже с трудом обслуживаем свои кредиты. Дайте нам работу! Дети голодай! Возродите машиностроение! Возродите машиностроение! Самое главное, чтобы это локодить связь с Россией. И противодить войну надо пасть! Дети, все действия приводят к окружению всего. В последнее время экономика падает, падает, скрывается предприятие. Невозможно, власти, невозможно, что с Россией отзаконится, что мы ее закроем. Это все здорово, значит, за границей, получается, и заварим. Мы вместе только все операции со старыми связями, создавая новые связи, сможем восстановить Украину. Если мы не будем что-то делать, что-то создавать, а просто брать кредиты, мы рады или поздно столкнемся с тем, что нам нечем отдавать.